Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Математика 4 класс, автор Чекин, часть 2, задание 221. Найди неполное частное число 45689 на число 17 с помощью калькулятора. Выполни деление столбиком этих чисел, определяя неполное частное при каждом промежуточном делении по полученному с помощью калькулятора неполному частному. Итак, давайте будем делить столбик 45689. Это наше делимое. Будем делить на делитель 17. Как мы начинаем деление? Мы определяемся с первым неполным делимым. Первую цифру мы не будем рассматривать, она меньше 17, потому что однозначное число, любое однозначное число, меньше любого двузначного, а нам нужно взять такое число, чтобы оно было больше, чем делитель. А вот если мы берем две цифры 45, то вот 45 больше 17, поэтому мы можем разделить 45 на 17. Ну, поскольку нужно взять 17, ну, определить, в общем-то, как-то не очень просто, но это очень удобно, можно сделать с помощью калькулятора. Так, определим, поскольку нам нужно определить на этом этапе неполное частное. Для этого мы 45 делим на 17 на калькуляторе. Равно. Вот мы получили такой результат на табло. Вот цифра, которая стоит перед запятой, она и является неполным частным. Отделение 45 на 17, а именно его и нам нужно определить. Вот мы записываем 2. Сюда в неполное частное записываем 2. Давайте проверим. 2 умножить на 7. 14. Значит, 4 записали, 1 запомнили. 2 на 1, 2. И то, что мы запомнили, единица 3. 34. 45 минус 34. 5 минус 4, 1. 4 минус 1. Минус 3, 1. Получили остаток 11. Но этот остаток нас устраивает, потому что он меньше делителя, значит, двоечка подобрана правильно. На этом этапе давайте мы определимся, сколько же цифр в неполном частном. Ну, после первого промежуточного делимого 45 остаются еще три цифры, 6, 8 и 9. Значит, еще три цифры будет в неполном частном. Теперь переходим ко второму этапу деления. Сносим шестерочку, получаем промежуточное делимое 116. Сколько раз нам нужно взять по 17? Вот это мы определим с помощью калькулятора. Обнуляем калькулятор. Набираем 116. Делим на 17 равно. И вот до запятой у нас шестерочка, до запятой. Значит, шестерка и будет неполным частным на этом этапе. Вот мы шестерку сюда и записали. Вот шестерка. Переумножаем. 6 на 7. 42. 2 записали. 4 запомнили. 1 на 6. 6. И 4. 10. Значит, 102. 116 минус 102. 6 минус 2. 4. Единичку просто спустили. 14. Остаток меньше, чем делитель 17. Значит, все правильно мы сделали. Правильно подобрали шестерочку. Спускаем следующую цифру. 148. Теперь опять обращаемся к калькулятору. Обнулили. Набираем 148 разделить на 17. Смотрим, что до запятой. До запятой у нас восьмерочка. Значит, это следующая цифра. 8. Теперь умножаем. 8 на 7. 56. 56. 6 записали. 5 запомнили. 1 на 8. 8. И 5. 13. 136. Вычитаем. 148 минус 136. 8 минус 6. 2. 4 минус 3. 1. 12 остаток. Меньше 17. Все правильно. Дальше следующая цифра. 9. 129 разделить на 7. Обращаемся опять к калькулятору. Обнулили. 129 разделить на 17. До запятой у нас семерочка. Значит, семерочку мы и сюда записали. Теперь умножаем. 7 на 17. 7 и 7. 49. 49. 9 записали. 4 запомнили. 1 на 7. 7 и 4. А 11. 129 минус 119. 0. 2 минус 1. 1. 1 минус 1. 0. Все. Остаток 10. Неполное частное 2687. На этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.